всем привет сегодня mazda cx 5 давно хотел поработать с этой машинкой но зараза надежная никак не ломалась а вот теперь доставил мне такое удовольствие болячка есть одна из немногих это пыльники передних стоек достаточно быстро оригинальные маздовские пыльники приходят в негодность вот видно правый пыльник он уже порвался чтобы не накрылась стойка само собой надо вовремя поменять но менее на и опять же на оригинальные ходит опять недолго и россияне как всегда вышли из этой положения заменив их на пыльники от десятки с 20 не идеально конечно но эти пыльники с отбойниками неплохо встают на мазду и говорят что ходит намного дольше оригинальных как это ни странно но чтобы заменить пыльники надо конечно менять вот стойки сверху откручивать потом снимать колеса геморроя много опять же россияне вышли из этого положения и умудрились поменять пыльники не снимая стойки чтобы поменять пыльник стойки не снимая стойку сверху откручиваем гайку крепления стойки здесь шестигранник на 6 и ключ накидной на 17 пока не до конца открутили снизу ставим машину на упор и один упор поддерживает ступицу чтобы устойка полностью не была расслаблена немножко зажата буквально сантиметра два второй упор поддерживает саму машину чтобы не продавилась подвеска чтобы можно было работать между витками пружины здесь из двух деревяшек делаем зажим для штока стойки пока он просто не до затянут просто установлен так пыльник вот который будем менять можно просто после того как сдавится стойка подложить вот так вот деревяшку но это более такой экстремальный вариант здесь вот в этом варианте можно аккуратно регулируется и аккуратно расслаблять шток стойки после того как пыльник заменим а в том варианте просто будет выстреливать он можно не попасть поэтому все таки делаем вот так вот так как все откручено каким-нибудь инструментом выдавливаем шток стойки вниз и здесь второй человек всю эту конструкцию стопорит вот эти сейчас зажаты дерево сжимает шток и можно вытащить пыльник вот мы начали его снимать работать приходится вдвоем иначе никак после снятия старого пыльника с отбойником выглядит все это вот так вот пыльник можно было просто срезать но с этой стороны он был еще целый жалко был просто сняли самое интересное здесь просунуть пыльник вот этот новый так скажем от десятки между витками пружины здесь железное кольцо у него поэтому заходить он особо не хочет но в принципе минутная работа и он уже на месте отбойником к верху ставим отбойник будет держаться на штоке пыльник одеваем на сначала штока с резьбой после того как примерно к месту подогнали расправляем витки от пыльника гофры и начинаем самое интересное номер два это потихоньку отпускать шток именно вот здесь вот смотрим как что он выходит потихоньку отпускаем шток и поправляем на него под него пыльник в конечном итоге мы должны попасть в место под шток которая опорном подшипники снимать этот скрупулезный процесс я не буду потому что нужны две руки но смысл вы в общем-то наверно поняли в итоге получается вот такая конструкция смотрится достаточно хорошо сидит вот здесь достаточно плотно он отбойник представляете сколько сэкономили мы времени если бы надо было снимать стойку пришлось бы откручивать вверх потом низ потом откручивать еще стабилизатор снимать шланги отсоединять все это дело сжимать раскручивать стойку сжимать пружину а так быстро все вместе работа занимает 30 минут для двоих человек все на этом видео закончилось больше видео про mazda не будет сломаться здесь больше нечему поэтому можете даже не подписываться всем пока